Вот вы говорите, мы не мусульмане, мы отступники, а мы устроим мечети. И это такой момент, когда ты такой, а действительно, строят мечети, значит, что получается? А ничего не получается. Как в Европе в основном устроено? Здесь у тебя есть страховка. В эту страховку входят конкретные услуги медицинские. То, что в эту страховку входит, ты за это ничего не платишь. Если у тебя страховка такая, что ты платишь какую-то часть, а за остальное за тебя страховка, такие варианты тоже есть. Вопрос о мечетях, о том, что бытует популярное среди либералов мнение, что через 1300 мечетей у нас через религию делают рабов. У нас как учителей слушают, так же слушают и немалов с муфтеми. Эффект 0. Да, конечно. Эти мечети, они в основном нужны для того, чтобы сказать, что вот смотрите, мы, вот вы говорите, мы не мусульмане, мы отступники, а мы вот строим мечети. И это такой момент, когда ты такой, а действительно, строят мечети, значит, что получается? А ничего не получается. Ты хоть мечети строить, что бы ты ни делал, ты предатель, ты предал, перешел на сторону России, да лучше не строить мечети. Мне, вот для любого, как бы, мусульманина, да, для любого человека даже, что для него важнее? Иметь, значит, не иметь мечети, допустим, да, где он может помолиться. Ну, красивая мечеть, мечеть-то по-любому будет, люди соорудят там из досок, сделают какой-то навес, и это будет их мечеть. Вот, что для него, для меня, как человека, для меня лучше? Вот, не иметь красивую такую помпезную мечеть, а иметь просто какой-то навес, где я буду молиться. Но при этом быть свободным, иметь в своем кармане свой собственный паспорт, здесь, в Швеции, иметь посольство Чеченской республики Ичкерия, куда я могу пойти в любой момент, и это государство будет здесь обеспечивать мои интересы, понимаете? Вот это для меня лучше. Или вот ничего этого не иметь, зато у меня будет помпезная мечеть в центре города. Но при этом я буду носить в кармане российский паспорт. Эта страна захочет, когда развязать какую-нибудь войну с Украиной, туда будут отправлять меня, потому что у меня этот паспорт, я гражданин этой страны, теперь она выйдет с Украиной, я должен ехать туда и оставлять там свою жизнь. Вот что для меня лучше? Пусть каждый ответит себе на этот вопрос. Женщины, матеря, отцы, ответьте на этот вопрос. Что для нас важнее, что для нас лучше? Все тусуются на парковке. Как так-то, Кадыров? Он говорит про Шаринскую мечеть, я скажу. Не видно, чтобы кто-то заходил или выгодил, то есть он имеет в виду посещение этой мечети, очень такое слабое. Все тусуются на парковке и говорят, как так, Кадыров? Когда ты приходишь в больницу, чтобы прооперировать там своего родственника, и тебе, это я сейчас по своему опыту говорю, не понаслышке, никто там не сказал. Я приехал в больницу, положил свою тетю, да помилует ее Аллах, ее уже нет в живых, ей удаляли желчный пузырь. Мы ее положили в больницу, а ко мне вышел врач и сказал, нужен кислород, полный абсурд. Ты приходишь, кладешь там в больницу своего родственника, тебе говорят, так, принеси, значит, две наволочки на подушку, две простыни, два пододеяльника, и вот тебе еще список, значит, лекарств вместе с системами для капельниц, там все, что тебе нужно. И вот тебе еще аптека, если ты в этой аптеке это все купишь, то тебе еще будет какая-то скидка. То есть у них, понимаете, уже система взаимозачета у них там налажена, то есть эти рекомендуют, направляют в конкретную аптеку, потом эта аптека им, значит, какие-то там откаты дает. Вот в такой системе живет сегодня республика. Это правда, многие проходят через это, после операции к тебе подходят, просят деньги за наркоз и за все остальное, и даже женщинам, которые ножницу подают, оперирующему должны заплатить. Это подтвердит любой житель нашей республики, который сталкивался с этой здравоохранительной системой, кто либо сам лечился, либо кого-то из родственников лечил в этих больницах. Это вообще, понимаете, это настолько как бы прогнившая такая система, и она не лечится. Там нужна не реформа, там нужна революция полная. Полностью нужно всех вот этих руководителей, сегодняшних всяких главврачей и так далее, всех их нужно массово убирать, на их место ставить совершенно других людей. Нужно жестко пресекать любые проявления этой коррупции, чтобы показать, что это прощено не будет. Только так нужно это все как бы исправлять. А люди уже привыкли к этому. Вы поймите, что эта система, когда она годами существует, человек к ней привыкает. И он уже думает, что это норма. Он думает, что это нормально, но как тебе же, ну тебя лечили, поэтому заплатил. Все как бы верно, но тебе же операцию сделали, он же там что-то, значит, какие-то расходные материалы же там были, он должен за них, значит. Понимаете, вот так вот люди. И здесь вот очень важно не путать. Есть реально какая-то оплачиваемая часть, да, как, например, стоматология, допустим. Причем какая стоматология? Когда ты себе там хочешь отбелить зубы, поставить себе там имплантант какой-нибудь, да. Разумеется, ты за это платишь. Это вот платная медицина. Но когда ты приходишь с конкретной болью в зубе, и тебе, значит, смотрят и говорят, зуб надо удалять, потому что там уже все. И за вот это вот удаление у тебя деньги брать не должны, то есть это уже как бы скорая медицина, которая должна оказываться человеку в рамках его страховки, если в государстве существует страховая система. Если нет, если все эти услуги оказываются государством, опять-таки это должно быть бесплатно. Врач за это должен получать зарплату, которую он и так, кстати, получает, но почему-то еще с людей берет деньги. Вот как в Европе в основном устроено. Здесь у тебя есть страховка. В эту страховку входят конкретные услуги медицинские. То, что в эту страховку входит, ты за это ничего не платишь. Если у тебя страховка такая, что ты платишь какую-то часть, а за остальное за тебя страховка, такие варианты тоже есть, то да, опять-таки есть вот это. Но это касается тоже не вот этой скорой какой-то. Если у меня вот проблема, я сейчас пошел в, здесь это как вот, как у нас вот девятая горбольница приемная. Вот здесь есть такая, это отдельная какая-то, так типа скорой помощи. Ты приходишь туда, и вот если тебе реально нужна срочно помощь, у тебя температура там, головная боль, что-то там у тебя в животе. Ты за это ничего не платишь, тебя осмотрят, возьмут все необходимые анализы, сделают, пропишут там тебе что-то, если надо прооперировать, очень быстро прооперируют. В общем, окажут тебе всю необходимую помощь первую. Но какие-то там плановые, типа, знаете, вот лечения, профилактические какие-то действия, вот это все, разумеется, уже будет либо в рамках твоей страховки, смотря какая она у тебя, в странах, где существует система медицинского страхования. В тех странах, где ее нет, где государство оплачивает, там ты будешь из своего кармана подобное делать. У нас же, у нас все вообще, у нас нет, я же говорю, люди к этому привыкают, люди уже начинают забывать. Вот у нас люди же привыкли к тому, что тебя, если в отдел забрали, то тебя там убьют. У нас уже многие к этому привыкли, молодежь уже не видит в этом какое-то чего-то неординарного. Тебя там оскорбляют, уже кажется, что это какая-то обычная жизнь, на самом деле нет ничего подобного. В этих странах тяжело себе такое представить, если тебя будут оскорблять, тебя там будут пытать. Здесь, опять-таки, знаете, не исключено ничего, везде могут быть какие-то случаи лопиющие. Ну, то есть здесь, если такое произойдет с тобой, не дай бог, ты можешь добиться справедливости этих людей, привыкнут к ответственности. Хотя я никогда еще пока не сталкивался с ничем подобным. Когда меня оперировали в Чечне, я спросил у врачей, разве все, что я сам купил, не должно быть в больнице? Ответ с улыбкой. У нас много чего должно было быть, но не все так, как показывают по ЧГТРК. Субтитры создавал DimaTorzok